Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить полезный завтрак. Будем готовить три порции овсяной каши. Для этого нам понадобится кастрюля, в которую мы предварительно налили около полтора литра воды. Нам понадобится овсянка. Желательно брать цельнозерновую, так как помельченная овсянка, она имеет меньше полезных свойств. Также мы добавим в кашу клубнику. Ну что, приступаем. В нашу подготовленную кастрюльку мы добавляем две ложечки гималайской соли. И ставим кастрюльку на газ. Закрываем крышкой и ждем, пока вода закипит. Водичка у нас закипела. Теперь мы добавляем нашу овсянку в кипящую воду. Убавляем газ до среднего и варим ее около 25 минут, регулярно помешивая. Время варки каши варьируется от степени ее помола. Мелкая, крупная, цельнозерновая каша будет вариться дольше, чем овсянка мелкого помола. Помешивать кашу можно регулярно, но делать постоянно это не обязательно. Во время того, пока варится каша, можно заняться подготовкой других продуктов к добавлению. Мы начнем с нарезания клубники на части. Итак, каша у нас сварилась. Мы ей дали постоять под крышкой примерно 5 минут. И теперь мы приступаем к добавлению начинки в тарелку, перед тем, как наложить кашу. Для начала мы добавляем масло. Кладем в каждую тарелку мед. Ну, и теперь добавляем кашу. После того, как разложим кашу по тарелкам, мы сверху посыпем все это клубникой. Итак, вот такая каша у нас получилась. Каша отличная на вид, более прекрасная на вкус, а также она еще и полезная. Вместо клубники можно добавлять в кашу другие ягоды или фрукты. Они добавят каше более насыщенный вкус, а также они добавят свои полезные свойства. Ну, а на этом у нас все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем приятного аппетита! До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok